Добрый день, дорогие участники нашего Дня открытых дверей в магистратуру. Я рад вас поприветствовать. Кто-то присутствует здесь в этом зале. Привет всем. Кто-то присутствует, видимо, дистанционно по ссылке, поэтому тоже приветствуем вас всех. Сегодня мы собрались для того, чтобы показать и рассказать о правилах, об условиях, об особенностях приема поступления в магистратуру на экономический факультет Кубанского государственного университета. Для этого нужно, наверное, мы с вами разберемся на несколько вопросов. Во-первых, я хотел бы показать вам, что вся информация находится на сайте, прямо продемонстрировать, чтобы вы понимали, как, где и что искать. Это во-первых. Во-вторых, мы покажем вам презентацию каждой программы, потому что каждый из вас идет на какую-то конкретную программу. Хотел бы знать, что он получит, какие знания, какие дисциплины будут изучать. Это во-первых, она займет примерно минут 20. И дальше я потом расскажу уже о сроках подачи документов, об экзаменах, о специфике экзамена проведения, чтобы было понятно, каким образом он проходит. Там спрашивали вопросы у меня в чате, комиссия какая будет. Ну, я расскажу просто о механизме подхода. Дальше расскажу немножко несколько слов о том, если вдруг вы заболели, что делать, почему два дня у нас будут экзамены проходить. Многие вопросы спрашивали, можно и там, и там. Два дня приходить, нет, день один будет. Расскажем немножко о личных достижениях, которые учитываются при магистратуре. По крайней мере, где их взять, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Дальше покажу вам форму заявления, расскажу, как она делает, выбирается программа только на трех направлениях, экономики, менеджменты и на финансах. Заявление на выбор программы магистрской. Ну и потом, если будут какие-то вопросы, я готов на них ответить. Хорошо? Итак, мы готовы, да? А видно, что это все? Итак, ребята, сейчас мы покажем вам просто сайт университета, чтобы вы видели те пункты, те позиции. которые необходимы для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь и что вас интересует. Так, смотрите, сайт университета, мы нажимаем, да? Основной чат, переходим. Давайте. Я так повернусь, прям немножко боком, здесь не возражаете. Основной чат, абитуриентам. Абитуриентам. Не нажали абитуриентам. Нападающий спец. Приемная кампания 23, 20-23. Приемная кампания я, 20-23. Да, вот это немножко выше поднимите. Вот это вся информация, которая может касаться вот вам про перевод, про особенности 22-го года приемная кампания. Вот видите, по серединке написано, результаты вступительных испытаний. Здесь вы будете искать свои оценки, которые вы получите 28-го или кто-то получит 8-го августа. Прямо ищите по дням, по дням, и будут видны ваши оценки как по спискам. Дальше, видите, в первом разделе, в первом мере, доголовочке, это информация, размещенная в соответствии с пунктом порядком. Наживайте первую строчку, первую. Так, вот тут самая важная информация, которая касается вас. Поднимаем теперь вверх. Сроки приема. Информация о сроках приема. Нажимать не будем пока, бог с ним. Я расскажу, что сроки приема у вас четко оговорены. Там тоже можно узнать, если кто-то забудет посмотреть. На самом деле, нажимайте раздел магистратура, там будет видно. Итак, документы принимаются до 5-го августа, включительно для тех, кто подает на бюджетную форму и кто подает на договорную форму обучения в магистратуру. Потом экзамены немножко раньше мы начинаем. Даже какая-то часть документа подала. Мы принимаем экзамены до 28-го числа. Кто подает после 28-го числа, до 5-го документа, мы принимаем экзамены уже 8-го. Кто из вас сдаст эти экзамены положительно, увидит себя в списках. Вы должны понимать, что в списках вы увидите себя только... Значит, экзамены у вас будут видны на списках, в итоге 105-х испытаний. Вы должны понимать, что ваши достижения, индивидуальные портфолио, которые вы пишете или можете дать, там где-то вы достижения какие-то получили, там медаль, диплом красный у вас был за бакалавриат. Это будет отчитываться отдельно, в этих экзаменационных списках его не будет. Это уже будет потом в ранжированных списках. Итак, 10-го августа мы публикуем для бюджетников все конкурсные списки, кто поступает на места по бюджету. Так? Дальше. 12-го августа заканчиваются сроки подачи оригиналов. Кто-то, например, не решился подать оригиналы свои на бюджет, имеется в виду. Вы должны понимать, что вся приемная компания делится, магистратура осуществляется по тем же принципам, которые были в прошлом году. Вы, наверное, слышали приоритеты всевозможные для бакалавриата, это вас не касается. У вас тот же механизм, который был в прошлом году. Поэтому давайте отсечем и не будем заморачиваться на эти все условия. Дальше. 14-го августа мы издаем приказ по бюджету в отчислении. Договорники пока ждут. То есть, если вы увидите и надеетесь получить место свое на бюджет, то до 14-го числа вы увидите. Либо вы прошли по приказу, либо вы не прошли. У вас будет время еще подать документы, переложить на договор, если вы это не сделали до 5-го августа. Или вы можете положить документы, если у вас были вступительные испытания, оригинал положить. Так до 16-го августа срок идет подачи документов и оригиналов на договор. Либо переложить, вы можете из бюджета, если не положили, либо положить заново документы на договор. 17-го августа публикуются списки, аранжированные, уже готовые списки, как и 12-го, вернее, 10-го были списки на бюджет. Списки уже включать будут в себя полностью ваши оценки плюс портфолио, плюс ваши индивидуальные достижения. То есть, они уже будут на какой-то там балл до 10-ти максимум, будут выше. Понятно, да? Дальше. 22-го числа вы можете до 22-го августа положить оригиналы свои до 22-го августа. Это последний срок. Если у вас оригиналов не будет, то зачисление подтермаживается. И вы должны будете заключить и договор, и оплатить до 22-го августа. То есть, если это все вы сделаете, то 23-го августа будет приказ на зачисление. Это о сроках. Хорошо? Теперь несколько слов я хотел бы сказать. Покажите, если можно. Вот у вас, понимаете, информация 5-й будет. Перечень индивидуальных достижений. Нажмите, пожалуйста, 5-й. Информация о перечне индивидуальных достижений. Вот. Магистратура. Магистратура ниже. Вот эти достижения, которые вы учитываете. Могу назвать там и диплом красный у вас идет. Здесь вот у вас и наличие победителя Олимпиады призера 2 балла. Если вы участник Олимпиады, 1 балл получается. Ну и если у вас будет равенство баллов, то там есть определенные достижения, определенные грамоты, которые вы... Там есть перечень определенный. Вы можете приложить их, если у вас будет равенство баллов. Ну, как правило, этого бывает очень редко, потому что на бюджет, к сожалению, у нас слишком мало мест. Это 5 мест на экономику, на очную форму, 5 мест на менеджмент, на очную форму 4 места на экономику, на заочную, 4 на менеджмент на заочную, 5 на управление персоналом. Всего получается 23 места. Поэтому, конечно же, если коллеги хотят поступать, получая отсрочку от армии, естественно, то вы поступаете на договорную форму, основная масса. Поэтому для договорной формы эти достижения уже, в принципе, не так важны, потому что, ну, если вы набрали порог успешности 50 баллов, то вы уже проходите на договор. Так, дальше. Геннер Ильич, убираем это. Еще покажем просто пару слайдов, чтобы люди понимали. Нет, 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 не надо, зачем, не уничтожите, надо, зачем, мы этот же список. Так, ну, верните то, что было, верните тут страничку, которая была. Что вниз? Нет, ну, которая была, вот сейчас мы нажимали, сейчас. Вот, дальше. Программа. Давайте напишем перечень вступительных испытаний, вот пониже. Перечень, вот короткий, да, перечень вступительных испытаний. Многие спрашивают, где взять программу. Конечно, интересно, когда экзамен начинается завтра, человек спрашивает сегодня, а где же взять программу. По меньшей мере, интересно, но, тем не менее, я с улыбочкой поясняю, что вот тут нажать нужно, пожалуйста. Магистратуру нажмем, давайте, и вот у вас программа. Программа строится по принципу двух частей. Так, опускаем ниже экономику, ищем экономический факультет. Ниже-ниже экономический факультет. Просто у меня слышал много вопросов, где найти, как найти. Лучше показать, чтобы вы сами видели, сами поняли, и понятно было. Дальше. Экономический факультет. Давайте на экономику нажимайте, прям первую, только не на английский язык. Не вторая, вот видите. Экономика там, любую, да. Нажимайте, нажимайте. Вот программа для поступающих. Пожалуйста. Прилистайте дальше чуть-чуть, третью страничку. Все, видите, микроэкономика первая часть, вторая будет макроэкономика. Вопрос расшифровывается по пяти частям. Вопрос, который есть в программе, он делится на пять частей. Поэтому вы можете либо ту, либо другую, либо третью. Если вы скажете, все красиво, вы получаете высокий балл, тогда вы претендуете на бюджет. Мне кажется, вот пятый вопрос, пятый, ну не вопрос, а раздел как бы этого первого вопроса, получается. Там проблемы, видите, он проблемный. То есть здесь можно порассуждать, показать вашу эрудицию. По большому счету вы можете даже на этих вопросах выехать для того, чтобы получить определенные оценки для поступления. Понятно, да? Так, отбираем обратно, возвращаемся на ту страничку. То есть по большому счету вы должны понимать, что все вопросы, которые касаются приемной кампании, вы ищите вот на разделе абитуриент, приемная кампания 20-23, ну и, соответственно, вот на этой первой и второй страничке. Там все подробненько есть, хорошо? Количество бюджетных мест, я вам уже объяснил, что 10 мест на очную форму и 13 мест на заочную бюджетных. Договорные места, пускай вас не волнуют, потому что традиционно у нас было так, что все, кто поступает, все, кто оплачивает деньги по договору, практически они могут поступить выше планового количества договорных мест. Уважаемые коллеги, я бы хотел сейчас, чтобы вы понимали, пока не устали от разговоров моих, может быть, посмотрели небольшую презентацию, которую мы с вами для вас записали специально, о том, какие программы существуют на экономическом факультете. То есть вы должны сейчас выбрать направление, оставить оригинал на направлении, я вам сказал, сроки какие были, да, для бюджета это у вас будет до 12 числа на бюджет и до 22 числа, августа, это на договорную форму обучения. Вы должны оставить оригинал, должны оплатить личный договор и заключить договор, тогда мы поступаем и делаем приказ на направление конкретное. Если вы выбираете направление экономика, менеджмент или финансы, точнее поступили на них, будьте в приказе, вы должны будете по большому счету написать мне заявление, на имя декана уже, да, о том, что вы выбираете какой-то из этих направлений программ. Программа будет одна. Ну, многие спрашивают вопросы, какая будет программа, какое количество людей, ну, не менее 15 человек, потому что мы не можем предугадывать, какое количество людей у вас поступать будет на то или иное направление. Вы видите, что 5 мест это очку мало, это не для программы, поэтому мы ждем какое-то количество договорняков, которые потом смешиваются и выбирают определенную программу. Если программа не набирается, то есть будет там 3 человека, такого количества людей, мы не сможем мочить. У нас в заявлении написано, такой пункт, очень интересный, что если программа не набирается, вы не возражаете, типа, что мы у вас по вашему согласию в то или иное направление, предложили другую программу направление менять нельзя вот направление вы поступили по приказу перевод на другие направления будут только через полгода возможен то есть вы выбираете направление а в рамках направления после поступления выполнения всех условий от 10 принять 12 августа будет приказ на бюджет и 23 приказа договор тогда мы уже объединяем две этих категорий людей бюджетников договорнику и делаем распределение по программам понятно да это будет все делать согласно все будет расписано не переживайте то есть все по вашему согласию программы может быть отличаются на первый год по большому счету у всех программа два направления проходит базовое обучение базовое обучение там эти универсальные компетенции которые существуют для направления они будут соблюдаться выполняться а траектория индивидуального обучения будет идти на втором году обучения и так мы готовы я бы сейчас хотел бы представить презентацию программу а потом уже поговорим о деталях хорошо спасибо большое детку в двадцать третьем году в принципе те преимущества которые дает окончание магистратуры вы видите на слайде на чем я бы хотела остановиться более подробно а это на сохранении возможности поступления на программы экономического факультета с другим базовым образованием этими возможностями надо пользоваться какие преимущества есть у магистратуры экономического факультета вы их видите на экране но на одном из этих преимуществ я бы ваше внимание с акцентировала в отличие от многих других и факультетов и университетов вне зависимости от того на какую из 15 программ вы собираетесь поступать вы сдаете единый экзамен он называется экономическая теория минимальный балл для того чтобы быть зачисленным составляет 50 баллов всегда возникают вопросы по датам у наших абитуриентов и наверное самая основная дата для вас сегодня это дата сдачи экзамена как вы видите здесь указаны две даты 28 июля и 8 августа вы можете зависимости от ваших планов от ваших возможностей прийти либо 28 июля либо 8 августа соответственно если вы собираетесь прийти на экзамен 28 июля то окончание приема документов для вас наступит не 5 августа а несколько раньше в том случае если вдруг вы 28 июля не смогли подойти то тогда вы приходите 8 августа в том случае если вы набрали недостаточное количество баллов на ваш взгляд 28 июля то 8 августа вы прийти уже не можете то есть экзамен сдается один раз либо 28 либо 8 августа ну и по окончании всех процедур в августе вы будете знать куда вы зачислены на какое направление вы зачислены напоминаю что зачисление идет на направление а программы уже находятся внутри наших направлений направление вы видите слева это например экономика менеджмент управление персоналом бизнес информатика торговое дело и финансовый кредит в рамках каждого из направлений существует несколько соответственно магистрских программ а студентов всегда волнует сколько бюджетных мест предусмотрено в этом году а на очной либо заочной форме обучения соответственно по каждому направлению вы можете увидеть например на экономике научной форме обучения 5 мест на заочное обучение на заочное обучение четыре места на менеджменте аналогично пять мест на очной форме обучения четыре на заочной и на управление персоналом предусмотрено пять мест бюджетных на заочной форме обучения то что касается мест для договорных до студентов платных студентов здесь количество достаточно большое и обычно мы удовлетворяем всех желающих поступить на экономический факультет стоимость обучения это тоже немаловажный фактор на 23 год научной форме обучения это немногим больше 140 тысяч на заочной чуть больше 7 71 тысячи еще раз помимо тех баллов которые вы получили на экзамене есть еще дополнительные баллы за индивидуальные достижения на две позиции бы я обратила внимание ну во-первых если вы получили диплом с отличием на предыдущем образовании это дает дополнительно 5 баллов и то что часто еще встречается и на это тоже надо обратить внимание если количество баллов одинаковое то учитывается еще несколько позиций когда составляются ранжированные списки это средний балл по документу о предыдущем образовании наличии ваковских публикаций а также различных грамот на уровне ректора за общественную научную и так далее деятельность кстати на каждом из слайдов находится qr-код который вас перенаправит на первоначальный документ на основании которого сделаны соответствующие листы презентации когда вы определяете в том числе и программу которую хотели бы освоить и готовитесь к единому экзамену а я бы вам рекомендовала все-таки заходить на странице экономического факультета здесь как раз собрана вся эта информация соответственно там где идет раздел абитуриентов для вас прежде всего должны быть интересны две позиции эта программа для подготовки к поступлению и профили специализации магистерские программы если вы перейдете по этому по этой закладке то вы сможете увидеть описание подробное описание каждой из магистерской программ каждый из 15 наших магистерских программ а ну и вернемся к нашему экзамену если вы нажмете на программа для подготовки к поступлению это первое вот выделенная желтым до маркером закладка то вас сайт перенаправит на страницу где перечислены все экзамены вам нужно найти экзамен который называется экономическая теория ну и в том случае если вы поступать будете на программу реализуемо на английском языке то соответственно скобочка да еще указано обучение на английском языке именно эти программы предусмотрены для того чтобы подготовиться к экзамену по эконом теории на экономическом факультете и ниже прикреплен скрин как раз как выглядит вот и первое до начала первой страницы вот этой программе по каждому вопросу предусмотрена краткая аннотация из пяти таких пунктов на которые вы должны ориентироваться когда готовитесь к экзамен а помимо этого на странице же факультета вы можете ознакомиться с учебными планами и даже с содержанием каждой дисциплины из каждого из учебных планов в зависимости от того какую программу хотели бы посмотреть вот соответственно скрин с выделением тех позиций на которые следует нажать здесь на этом слайде представлена еще раз обращаю внимание что поступление идет на направление в рамках которой соответственно могут быть сформированы те или иные программы вы будете указывать какую программу вы хотели бы в соответствующем заявлении но в том случае если вы единственный кто хотел эту программу то вы даете свое согласие не возражаете что вас перенаправят на одну из тех программ которые в рамках направления сформировались потому что было много заявлений именно под желающих именно на такую программу как между собой соотносятся направление программы хорошо видно вот из этой такой объемной конечно таблицы а слева перечислены те шесть направлений которые реализуются у нас на факультете это экономика менеджмент управление персоналом бизнес информатика торговое дело и финансы и кредит а в рамках каждого направления есть несколько программ которые реализуются теми или иными кафедрами ну например по экономике самый широкий перечень программ здесь у нас финансовая экономика экономическая безопасность бизнеса экономика фирмы отраслевых рынков это то что реализуется на программе мировой экономики менеджмента а программа бухгалтерское налоговое сопровождение реализуется на кафедре бухгалтерского учета аудита автоматизированной обработки данных и программа экономика и менеджмент на английском языке она реализуется на кафедре маркетинга и торгового дела а вот остальные программы они привязаны как бы к одной из кафедр вы можете соответственно это увидеть то есть поступая например там на менеджмент вы поступаете на менеджмент затем указываете в заявлении на какую программу вы хотели бы быть зачислены обращаю внимание что если скобочках указан например как логистика зфо это значит что программа это реализуется только на заочной форме обучения в двадцать третьем году из всех 15 программ у нас есть две программы которые реализуются только на очной форме обучения это программа экономика и менеджмент на английском языке а также программа управления маркетингом в цифровой экономике вот из направления менеджмент и есть две программы которые реализуются только на заочной форме обучения это в рамках менеджмента две программы логистика и управление проектами и бизнес-процессами все остальные программы предусмотрено что они могут быть набраны как в очной так и в заочной форме обучения здесь на этом же слайде для вас специально а предоставлена информация тех людях которые готовы будут ответить на все ваши вопросы по той или иной программе поэтому здесь есть телеграммы а здесь есть ватсап и электронные почты совершенно спокойно можете по содержанию по особенностям той или иной программы обращаться вот к этим указанным людям у нас каждый год происходит обновление учебных планов конечно с этой точки зрения это касается всех 15 программ ну и прежде чем дать какой-то краткий обзор этим 15 нашим программам магистерским я бы еще остановилась на одном моменте это режим и график обучения на экономическом факультете он а одинаковый для любой из выбранных вам вами программ но прежде всего это выставление пар всегда происходит во второй половине дня обычно вечером два дня чаще всего среди недели и суббота ну суббота до в первой половине дня соответственно вы можете сочетать обучение в магистратуре с вашей профессиональной деятельностью и соответственно вечернее время вы успеваете после работы ну и суббота обычно это выходной день на работе и вы более активно обучаетесь тогда у нас в магистратуре то что касается учебного графика осень с 1 сентября да как всегда начинаем учиться значит осенний семестр то что касается теоретического обучения где предусмотрено небольшое количество лекций и большое количество семинарских и практических занятий длится с 1 сентября до 21 ноября затем у вас идут практика сессия каникулы и весенний семестр начинается с 9 февраля на первом курсе весенний семестр длится у нас до 7 мая а потом уходят на практику и сессию до на сдачу экзаменов а второй курс на месяц короче учиться до 7 апреля поскольку они уже готовятся к защите диссертации а в каждую сессию предусмотрено два экзамена и остальное это зачеты вот этот тот подход который единый абсолютно на всех программах и это тоже является большим преимуществом обучения в магистрских программах нашего факультета по сравнению со многими другими вузами и факультетами ну и коротко буквально познакомлю вас с нашими программами в рамках направления экономики у нас большое количество программ вот значит игорь викторович возглавляет у нас программу финансовая экономика она готовит специалистов для как финансового сектора экономики в том числе банковского так и для реального сектора экономики в части разработки инвестиционной политики и управления различными инвестиционными проектами программа бухгалтерское налоговое сопровождение бизнеса возглавляется кутер михал исаковичем и здесь вы получите профессиональные компетенции в области бухгалтерского налога управленческого учета и аудита программа экономика фирмы и отраслевых рынков под руководством никулина ольги валерьевны она нацелена на формирование стратегии развития предприятий в условиях цифровой экономики программа экономическая безопасность бизнеса под руководством листопад марии евгеньевны она позволяет получить компетенции для управления экономической безопасностью как на уровне государства так и на уровне бизнеса отдельных предприятий а программа экономика и менеджмент является у нас уникальный она всегда реализовывалась как программа двух дипломов но в любом случае эта программа реализуется то есть читаются лекции ведутся семинарские занятия на английском языке а внутри этой программы предусмотрены три соответствующих дополнительных вектора которые вы можете для себя выбрать и данная программа всегда реализовывались либо с нашими партнерами в чехии либо в португалии будет дальше видно насколько этот формат сохранится тем не менее программа является на сегодня уникальной и экзамен который сдается для поступления на эту программу вы в том числе можете сдать частично на английском языке далее идет направление менеджмент здесь также несколько магистрских программ но вот одна из них это международный бизнес под руководством шевченко игоря викторовича основной упор в этой программе делается на получение компетенции в части организации внешнеэкономической деятельности фирмы а программа логистика под руководством кизима анатолия александровича она дает возможность получить компетенции в области логистики перевозки грузов и цепи поставок программа управления маркетингом в цифровой экономике под руководством воронина людмила анфимовны дает возможность получить компетенции в области оффлайн и онлайн маркетинга с условием современных маркетинговых технологий. Она реализуется только в очной форме. Программа управления проектами и бизнес-процессами под руководством Дармиловой Жени Давлетовны позволяет овладеть компетенциями в области управления проектами и бизнес-процессами на уровне предприятий, на уровне бизнес-процессов. В рамках направления управления персоналом у нас реализуется одна программа, называется «Стратегическое управление персоналом». Ее возглавляет Лукович Галина Григорьевна. Ну и соответственно, все, что касается разработки стратегии управления персоналом в современных условиях, современными технологиями, реализуется на этой программе. В рамках направления бизнес-информатика реализуются две магистрские программы. Одна из них возглавляется Сидоровым Виктором Александровичем, называется «Инновации бизнес в сфере информационных технологий». Здесь большое внимание уделяется именно вопросам информационных технологий в современном бизнесе. Вторая программа под руководством Калайдина Евгения Николаевича под названием «Моделирование и оптимизация бизнес-процессов» делает основные акценты именно на моделировании бизнес-процессов с учетом современных технологий, которые дает бизнес-информатика. В рамках направления «Торговое дело» под руководством Костецкого Андрея Николаевича реализуется программа «Торговые маркетинговые стратегии в цифровой среде». Здесь делается упор на различные каналы маркетинговые в том числе для организации сферы торговли с учетом того, что вся экономика на сегодня цифровая. И две программы у нас реализуются в рамках направления «Финансы и кредит». Обе программы возглавляет Дробышевская Лариса Николаевна. Одна из программа называется «Финансы в цифровой экономике». Здесь основные компетенции, которые получит выпускник, они позволяют работать как в реальном секторе экономики, так и на финансовом рынке с большим уклоном, соответственно, в возможности цифровой экономики. И программа «Финансовые рынки и банки» более узкоспециализированно готовит специалистов, в том числе финансовых аналитиков, для нашей финансовой сферы. Более подробную информацию вы можете увидеть на наших страницах. На данном слайде я собрала как ссылки, так и QR-коды для быстрого перехода, как на страницу факультета на сайте университета, страничка наша в ВК и в Телеграме. Ну и, соответственно, декан экономического факультета Игорь Викторович Шевченко, я, Светлана Николаевна Третьякова, замдекана по магистратуре, а также руководители магистрских программ соответствующих кафедр будут рады ответить на все ваши вопросы. Мы ждем вас в магистратуре экономического факультета Кубанского государственного университета. Будем рады вас видеть. Дорогие ребята, дорогие абитуриенты, которые поступают и выбрали для поступления в магистратуру экономического факультета, мы закончили презентацию. Сразу скажу, что мы эту презентацию выложим в YouTube-канал, я вам разошлю по чатам ссылочку на эту презентацию, если кого-то будет интересовать. Хорошо? Там есть ссылки на странички факультета на каждую программу, поэтому вы можете на странице факультета более подробно узнать о тех моментах, которые будут интересовать. Также Светлана Николаевна сказала, что есть учебные планы на начале презентации, я говорила, если вас будут детально интересовать те направления, те предметы, дисциплины, которые будут в каждой программе изучаться, вы можете там реально посмотреть. Так? Дальше. Теперь я немножко хотел бы об организационной заданных вопросах поговорить с вами, потому что мне уже до этого спрашивали, когда только включились в чат, и я просто прошу вас, если у вас есть какие-то вопросы, ну, во-первых, из зала вы можете задать сами, да, я, наверное, продублирую его, чтобы в YouTube услышали коллеги этот вопрос, если вдруг у вас они будут. Хорошо? А кто-кто будет задавать вопросы, уточняю, еще можно в чат наш нынешний задавать, да, трансляции, можно задавать, ну, в наш чат, где мы с вами общались, пожалуйста, мне все равно, потому что, чтобы дошли вопросы, если они вас будут интересовать. Хорошо? Итак, по дням вы понимаете, да, что у нас будет два дня, они выбраны не потому, что необходимо было два раза принимать, узнавать ваши знания, а для того, чтобы в принципе удобства соблюсти, чтобы если вы можете пить и 28-го приходить, если нет, 8-го числа. Там еще есть, правда, 9-е число, день резервный, но на него не рассчитывайте особо сильно, потому что если вы не пришли по каким-то своим причинам, это один вопрос, если вы на самом деле заболели очень сильно, у вас будут документы, тогда вам могут дать резервный день, 9-го числа. Я думаю, два дня очень удачно, можно вполне выбрать те варианты, когда вас устроят. В первое время меня спрашивали ребята дистанционно, ну, как бы я не могу на работу, я не смогу, ребята, давайте договоримся так, что все экзамены, согласно положению приказа ректора, принимаются очно. Честно говоря, дистанционно, когда мы с вами учились, вот на бакалавряке кто-то застал, наверное, да, может быть, и вы присутствующие в зале, правда, здесь немножко давно закончили, возможно, университет некоторый, но дальше, чем пандемия была. Мне кажется, в обучении дистанционно, особенно прием экзамена дистанционно, он немножко очень коварный, потому что человек сидит, смотрит в камеру, вернее, в экран, и там читает ответы на вопросы, которые, собственно говоря, нам не видно, что он его читает, поэтому давайте будем откровенны, это не та объективная форма оценки знаний, которое возможно, поэтому приходим все сюда. Я думаю, что можно, вам положен отпуск какой-то, там, 15 дней для официальной, для сдачи экзамена, для поступления в университеты, это не дается, и работодатели имеют право и должны давать, если нет, может, конечно, обратиться в комиссию по трудовым спорам, но это вопрос неправильный, наверное, ругаться не стоит, просто договориться от гол, как бы это взять, реально возможно. Спрашивали, ребята, можно ли сдавать дистанционно, ну, если вы живете, скажем, в Новороссийске, то, наверное, приехать придется сюда, все-таки так удобно, люди даже приезжают и из Сибири к нам сдавать экзамены. Если какие-то у вас будут случаи такие совершенно из рук вон выходящие, ну, типа, вот у нас была такая ситуация, когда разрешили сдавать дистанционно человеку, который находится в зоне специальной военной операции, конечно, он сюда приехать не сможет, он является участником этой операции, поэтому там разрешили им официально сдавать экзамен дистанционно, поэтому вот такие случаи, я понимаю, если нужно писать заявление, тогда можно обращаться ко мне, я написал вам всем и в чате, и в электронной почте координаты свои, потом можно писать мне, и тогда будем разбираться с вами индивидуально по заявлению, если у вас будет необходимо сдавать эти экзамены дистанционно. Как проходит сам по себе экзамен? Ну, мы с вами собираемся, во-первых, он будет проходить либо 28 в 9, начинается, либо 8 в 9 утра. Собираемся немножко раньше, без 15, вот возле центрального входа, где вы присутствующие здесь собирались, возле центрального входа вас забирают волонтеры и проводят, ну, кто учился в университете, понимает, четвертый этаж корпуса Л, где экономфакт всегда занимался. Там наши пять аудиторий, 40, 34, 35, 36, 38, 39 кондиционированные, они будут предоставлены нам для введения, я думаю, скорее всего, пяти комиссий магистратуры. Комиссия представляет собой два человека, специалиста нашего факультета, в принципе, совершенно роли не играет, какая вам достанется комиссия, они все хорошие, все нормальные, все компетентные, все объективные, поэтому задача ваша прийти и смело взять, ну, наверное, ручку, какую-то черную обычно берут, ручку, бумажку мы вам дадим, где вы будете писать, со своим вызовом, паспорт. Если какие-то будут проблемы, там забыл, не забыл, что-то обратиться ко мне, как вы понимаете, обратиться или комиссия вам позвонит потом мне, мы оперативно решим. Если у вас документы есть здесь, то мы вам разрешим присутствовать на экзамене. То есть не переживайте, здесь будет нормально, благосклонно такая атмосфера для того, чтобы вас принять, вас выслушать и вас оценить. Оценить нормально, с достоинством ваше знание. Хорошо. Готовится будет минут 30, по-моему, первый человек, дальше уже, если он будет отвечать минут 10-15, то у второго человека уже будет 45 минут, ну, а, соответственно, у последнего, наверное, 2 часа уже будет, у того, кто сел последним, восьмерку этих представителей в аудиторию. В аудитории у нас будут размещаться обычные столы, там недалеко друг от друга. Пожалуйста, просьба с собой не брать телефоны, положить там на столик при входе. Программа, в принципе, она никакой роли не играет, она у вас есть. То же, что в билете будет, то и в программе. То есть, по большому счету, дополнительные какие-то материалы пользования именно программой, они не нужны, потому что все, что в программе, у вас все расписано в билете. Мы так специально делали для того, чтобы облегчить вам структуру. Ну, комиссия вправе задавать, естественно, вопросы вам какие-то там, уточняющие, дополняющие по билетам, по вопросам билета. Ну, и она создает такую цель, чтобы уточнить ваши знания, потому что у нас прием идет параллельно на бюджет и на договор, поэтому комиссия должна поставить оценки более, не то чтобы объективно, если человек претендует на бюджет, мы не знаем, поэтому мы спрашиваем, как положено человека просто. Поэтому договорник, естественно, отвечаете тоже, кто претендует, но, повторяю, комиссия этого не знает, это только вижу я в списке, и то, по большому счету, мы не знаем, каково будет потом в конечном счете ваше решение. Поэтому дело комиссии просто оценить объективное знание. Если у него знание хорошее, будет оценка выше, соответственно, если знание ниже, то будет оценка ниже. Просьба большая, не бояться, не переживать, вас никто расстреливать не собирается, вас никто не собирается выгонять с экзамена, просто билет не надо оставлять, сядьте, подумайте. Даже если какой-то там, как говорят, попался неудобный билет или несчастливый билет, может быть, возможно. То есть я повторяю еще раз, каждый билет состоит, вопрос состоит из как бы пяти подразделчиков, микроэкономики, пять макро, и вот пятый раздел, каждый, он нацелен на решение вопроса с точки зрения проблемы. То есть если вы читаете прессу, газеты читаете, вы в теме, вы можете немножко порассуждать на какие-то проблемы. Комиссия это тоже оценивает, потому что в критерии оценки оценивается и только знание, но еще умение пользоваться современной литературой, понимать какие-то проблемы, которые ставят перед экономикой, это тоже оценивается. Хорошо? То есть я повторяю раз, не надо бояться, не кладите никогда билет никуда, сидите, занимайтесь, думайте, вспоминайте. У меня был момент, когда один товарищ в свое время пришел на экзамены, государственный экзамен, когда не было травящего бакалавриата, был специалитет, он сел и добросовестно просидел, пока предыдущие товарищи, все 28 или 29 человек отвечали на свои билеты. Он ничего не учил, но сидел добросовестно, там 5-3 часа слушал все и в итоге выучил на тройку ответы своих товарищей. Поэтому такая маленькая хитрость была использована нашим одним абитуриентом, который не учил, но по крайней мере посидел на экзамене и все рассказал на минимальную оценку необходимую. Так, чтобы еще понимали, что вот опять ребята написали в чат недавно, а когда, мол, опять нужно положить вам документы, вы просто смотрите, у вас 5-го числа, 5-го августа заканчивается срок подачи документов в магистратуру. То есть если вы документы не подадите в это время, вы уже 8-го числа не сможете прийти на экзамен, потому что 6-го документы уже приниматься не будут, у вас уже в списках зачисленных не будет. Поэтому до 5-го нужно определиться, подать заявление, повторяю, у вас 3-4 варианта, вы можете либо через госуслуги подать, либо через личный кабинет, либо по почте, что не актуально, либо прийти лично сюда отдать, что в принципе очень удобно, интересно, вы крайне мере поймете. И так документы ваши больше после 5-го приниматься не будут. Дальше, зачисления у вас будут идти по этапам, по срокам, то есть ничего не пересекается, ничего не путается. 10-го числа вывешиваются списки на бюджет, на договор не будут вывешиваться еще, потому что мы с вами говорили, что до 16-го еще можно документы на договор подать, там нечего вывешивать еще. Сначала мы разбираемся с бюджетниками, вот этими 23 человека, которые у нас, к счастью, есть, конечно, бюджетные места, но, к сожалению, не так их много, как это было раньше. Были времена, когда у нас было 260 бюджетных мест на очную и заочную форму, сейчас только 23, в 10 раз меньше получается. Итак, 12-го числа мы завершаем оригиналы, то есть вы когда увидите ранжированные списки, которые включают ваше, как я уже сказал, портфолио достижения и ваши оценки, которые вывешиваются в день экзамена, 28-го вечером до 12 ночи должны будут висеть на сайте ваши оценки. Но обычно мы их проверяем где-то 2 часов до 5-6, я их тут же передаю в комиссию приемной оценки, и они где-то там, может быть, часам к 8 оптом, потому что в этот день будут идти экзамены не только у нашего факультета, а у других факультетов, они соберут все данные, не по одному факультету вывешиваются все вместе в этот день, в общем, файлом получается. Поэтому списки аранжированные, повторю еще раз, они будут отличаться от ваших оценок. Списки будут объединять 2 дня оценки, 8-го и 28-го, плюс портфолио, и они будут вывешиваться на бюджет, повторяю, 10 августа. Кто до 12 августа положит оригинал, увидя, что он проходит. Но списки те же самые, что были у вас, когда вы поступали на бакалавриат. То есть списки поснился, поснился, кстати, я забыл, поснился, по идее магистр тоже поснился. Вы видите себя просто балл свой, вспомните, какой балл получили, плюс портфолио, находите свой балл и считаете количество оригиналов. Если, например, на 5 бюджетных мест будут 5 оригиналов, вот 5-й оригинал, он считается проходным. Его балл считается проходным, он проходит. 6-й оригинал уже лишний, он уже не проходит. То есть тогда, если мы говорим про бюджет, то 14-го августа будет зачисление, приказ 23-х человек. Одновременно очка и заочка на бюджет. Понятно. Дальше начинается второй этап для договорников, для договорной формы обучения. Кто из вас, во-первых, сразу захотел поступать на договор, подал документы до 5-го числа? Я просто говорю пока. Вы, естественно, можете сразу платить по большому счету. Кто-то, например, ждет, что он должен пройти на бюджет. Поэтому он ждет этого 12-го момента, когда оригиналы положить можно. 14-го видел себя в приказе, если он не видел, он имеет право до 16-го августа переложить документы с договорной формы на бюджет. Ой, с бюджета на договорную форму. И главное, оригинал положить. То есть имеется в виду переложить не документы, они находятся в одной папке у вас в комиссии, в приемной. Главное, оригинал переложить. Вы должны лично прийти и переложить оригинал. Понятно, да? Это договор. И до, как я уже говорил вам, до 22-го числа вы должны будете положить оригинал на договор, оплатить и заключить договор. Три вещи в одном лице. Если вы чего-то не сделали, то у вас 23-го августа зачисления не будет. Это уже последний срок. Понятно, да? Очень вопрос интересный спрашивает. Скажите, пожалуйста, а могу я, например, увидеть себя в списке зачисленных, а потом оплатить? Ну, поймите, пожалуйста, что пока вы не оплатите, вы не увидите себя. Во-первых, такой список зачисленных нет, есть приказ. Так вот, пока не будет оплаты, вы в приказе не будете в любом случае. То есть платить и делать, например, нельзя. Так, это по поступлению. Дальше. Мы с вами говорили о том, что вот сейчас Илана Николаевна показала вам пример заявления на выбор программы. Повторяю, мы заявление пишем только на три направления. На экономику, на менеджмент и на финансы и кредит. Там просто есть выбор двух, трех, четырех программ. Заявление представляется, вы там увидели образец, повторяю, на записи оно будет сохранено. Есть две части. Первая часть слева – это очная форма, а вторая – это заочная. Не всегда, с правой стороны, не всегда количество программ и название программ совпадает на очной и на заочной форме. Потому, например, есть программа управления проектами, которая только на заочной форме. На очной форме нет ее, это я в менеджменте говорю. Если мы говорим про менеджмент, скажем, маркетинг, то он только на очной форме будет, а на заочке она не практикуется. Поэтому смотрите внимательно, если вы поступаете на очку, выбирайте тот столбик, который вам относится к очной форме обучения. Я понимаю так, что ребятам, наверное, всякие, ну, те, кто закончил бакалаврят, им идет отсрочка от армии, поэтому их волнует прежде всего только очная форма, если, конечно, ему предстоит служба в рядах в российской армии. Поэтому заочная форма, там, где он уже служил, возможно, постарше, там, и особенно для девушек, которые работают, тоже можно спокойненько, только выбирайте правильно. Повторяю еще раз, когда вы зачислитесь на направлении, вы зачисляетесь вот 23-го на договор и 14-го на бюджет на направление. Мы суммируем две ваши группы направления договорников и бюджетников, получается, скажем, 25 человек и выбираем ваши программы. Если у вас будет там 4 программы, там, 2 на одну, там, где-то 5 на другую, там, 12 на третью, вот в моем понятии состоится 12. Тогда 2, я буду звонить каждому и предупреждать, предлагать прийти там либо туда, либо туда. Если появляется возможность, ну, скажем, мы набрали 40 человек, то там, может быть, будут 2 программы, может быть, 3 программы. Я за большее количество программ, но все будет зависеть от того, кто из вас поступит. В моей практике происходит 3 таких вещи, как я понимаю, в магистратуру. Первое. Люди записались на направление, на магистратуру записались. Например, сейчас у нас примерно около 200 человек, там, 590 человек, кто подал заявление на данный момент на магистратуру. Кто-то написал там, например, на 8 число, кто-то на 28, поэтому мне, конечно же, выгодно знать от вас точно, кто какого числа выбирает. Почему? Потому что от этого зависит, ну, это мои вопросы организационные, состав комиссии. Если будет там, скажем, людей 300, то мы должны будем брать там 6-7 комиссий, понимаете? Если будет 150, это будет там 4 комиссии, 5 комиссий. То есть, поэтому мне бы желательно было, чтобы вы записались на конкретный день. По большому счету, насколько я понимаю, все, кто подавал документы, им говорили сразу, 28 число. Кто-то там, например, заранее говорил, что я уезжаю в командировку, мне запишите на 8 число, мне это удобнее будет. То есть, как бы, если какие-то движки, не переживайте, если вы не пришли 28 по тем или иным причинам, то вы можете прийти 8, вас никто не выгонит, вы имеете это право. Если вы, наоборот, записались на 8, ну, вдруг непривидно, я скажу, что 8 будет командировка, а вы можете прийти 28, приходите. Тогда вас не увидят комиссия в списках, ну, позвонят мне, я увижу, что вы есть в общем списке и разрешаю вам приходить в комиссию, сдавать экзамены. То есть, вопрос решается, не надо бояться, хорошо, все вопросы решать нужно будет на месте, в тот же самый день, если когда будет проблема у вас. Если заболели, тоже, повторяю, приходите до 8 числа. В крайнем случае, 9, но там нужно объективные причины доказать, потому что вы на двух днях не были. Повторяю, поняли. Дистанционно тоже объяснил, что этот вопрос не решается, если у вас нет объективных, весомых причин. Например, забрала скорая в этот день, у вас есть документ, что вызов скорая, тогда, естественно, вам разрешать сдавать. Если вы просто пальчик заболел там или, не знаю, что плохо было, у вас для этого два дня и дается, поэтому имейте в виду, хорошо? На 9-й день особо не рассчитывайте. Так, ну, как бы по организационным вопросам я вроде все рассказал. Да, выбор программы объяснил, да, значит, заявление на выбор программы я по трем направлениям повешу на страничке факультета, вам показала Сова Николаевна, замдекана, которая, кстати, спасибо большое ей, она очень хорошо выступала, по-моему, подробненько рассказала все детально, демонстрировала все, поэтому вам будет понятно. На страничке факультета будут висеть заявления у нас. Так, то есть имейте в виду, когда вы видите себя в приказе, вы смотрите на этот приказ, на раздел сайта университета, абитуриенту, да, когда вы поступили уже, все вопросы касаемо программ, там, сборов, собраний, вы уже должны будете смотреть на страничке нашего факультета. Это вы уже наши, вы уже студенты экономфака, поэтому вся информация не на абитуриенте ищите, вы забудьте потом после поступления, после того, как вы увидите себя в приказе, а на страничке факультета. Хорошо? Если какие-то вопросы, пока можете писать, как мы с вами говорили, спрашивать у меня, если что, я отвечу, я никуда не денусь, просто так будет удобно, и, по-моему, по-человечески, как бы, к вам это будет более гуманно. Дальше. Договор. Вроде бы тоже вам все понятно по договору, да? Повторяю еще раз, не забудьте, до 22 числа все сделать три вещи. Это и договор, и оплату, и оригинал положить. Если какие-то нюансы, пожалуйста, вы должны были взять фотографии. Кто подает по госуслугам, фотографии, наверное, не смогут предоставить сюда, потому что у нас нет печатной машинки, мы не можем распечатать на фотобумаге фотографию вашу. Если возможность есть, лучше отдать девочкам приемной комиссии эти фотографии, потому что мы на основе их делаем вам и пропуска, и студенческие билеты, и зачетные книжки. Ну, как бы, это ваша вот визитная карточка, вам это необходимо. Если какие-то причины, особенно те, кто присутствует сейчас дистанционно, возможно, проживает в других городах, вы можете принести немножко позже в Деканат, когда приедете сюда. Если уже, скажем, Сибири, приезжайте сюда, там 25-28 числа, можете принести сюда и дать в Деканат, в Деканат, в Деканат, потому что приемная комиссия 28-го числа, 29-го августа, уже, наверное, заканчивать будет свою работу. Дела личные передадут в отделы кадров, и поэтому уже только можем в Деканат, ну, не забудьте подписать свою фотографию. Если в крайнем случае нет, у нас будет с вами сбор, скорее всего, 1-го или 2-го сентября. Честно говоря, я сейчас вам не могу сказать точную дату, потому что давайте сначала мы зачислимся, у меня еще не было зачисления бакалавриата, не было специалитета, потом уже по этапу вы идете, магистры, а потом уже тогда мы скажем, когда будем собираться. Если можно, пожалуйста, информация будет либо в чате, либо вот на страничке нашего факультета, более такая стационарная она будет. Пожалуйста, не надо торопить события, а то мне спрашивают уже, где заявление взять на программу, давайте сначала поступим. У вас поступление будет 23-го по договору, по бюджету 14-го, поэтому давайте не будем сейчас искать заявление на выбор программы, мы еще с вами не поступили. Хорошо, просто поэтапно будем делать. Ну, я как бы вроде все вопросы объяснил, теперь, если у вас есть, пожалуйста, либо очно, либо в чате. Спрашивают в чате, можно ли вопросы? Вот один вопрос был, кстати, расписание экзаменов меняется или совпадает с тем, что проходит дистанционно. У нас не проходят дистанционные экзамены, экзамены проходят в один день, вернее, в два дня, 28-го или 8-го. Если какие-то особые будут условия, о которых я говорил вам, тогда человек будет давать дистанционно. Если нет, тогда он должен был присутствовать в день, дней других не будет. Три дня, 28-го и 9-й, в крайнем случае, резервный день при наличии отягчающих таких обстоятельств. Так, вот еще ко мне присылали заявление, мне вопросы сейчас. Время, ну вроде, какую очередность, как будет проходить лостный экзамен, я объяснил. А вот маленький нюанс еще, я хотел вам сказать, что вас заведут всех в аудиторию на четвертый этаж, да, в корпус АЛ. Там будет пять аудиторий, которые будут проводиться наши испытания. В целях удобства у нас такая практика существует. Я выделяю количество людей пропорционально тем комиссиям. Ну, скажем, если будут трижды пять, 150 человек, да, то примерно по 30 человек. Если будет там, скажем, 180 человек у нас, почему я спрашиваю вас, чтобы я знал бы конкретное количество людей на дату, чтобы это не было спонтанно, чтобы подготовиться заранее, чтобы не было каких-то непредвиденных обстоятельств. Тогда я делю, скажем, на 35 человек комиссии. Каждая комиссия будет принимать 35 примерно, там, 37, 35, 33 человека. Делятся они все по буквам. Ну, скажем, буковка А, обычно самая распространенная Б, вот эти А и Б плюс будет у вас 35 человек, то у вас будет первая комиссия А-Б. Все, по буквам. Вторая комиссия будет В, соответственно, там еще, так, чтобы набрать 35 человек. Понятно, да? Следующая комиссия будет, там, соответственно, другая буква и 35 человек. Если будут там как-то не совпадать, обычно на букву К очень много людей, больше всех, по-моему, я, насколько я помню, всю жизнь. Больше, там, не знаю, 20%, что-то не по-15%, на букву К идут все фамилии. Поэтому тогда буковка 1К будет, остальные, там, может быть, Я добавится, какая-то еще. То есть, смотрите, пожалуйста, на буквы, которые будут висеть на этом, на дверях. Хорошо? Спрашивать, а куда мне идти? Ну, если буковка ваша на Я, идите там, где буковка Я, соответственно, находится. Ну, иногда спрашивают, а куда мне идти? Про фамилии, да? Не про имена, про фамилии. Дальше, ну, повторяю, телефонами не пользуйтесь, естественно, не надо ими пользоваться, потому что не совсем правильно. Лучше вы придумайте что-нибудь сами, наговорите, как-то, на проблемные вопросы, но не надо искушать там слишком. Зачем мы будем унижаться, как бы, в принципе, всем. Очередность. Очередность ваша, у нас никто не вызывает никого. То есть, вот вы встали у двери, там, сами же решаете, кто, когда, куда пойдет. То есть, нам абсолютно все равно. Первое мы количество людей 8 заведем, наверное, посадим, там прохладно. Просто будет, потому что удобнее. Я попрошу, чтобы нам кондиционера включили ночью, чтобы они охладили и коридор с открытыми дверями, чтобы немножко было хорошо. Поэтому окна не открывайте сразу, хоть какое-то время можно нормально посидеть там. Ну, а потом дальше человек вышел, вы зашли. Когда вы уходите, вы не забудьте подписать свой листочек своей фамилии, потому что бывают всякие случаи. На моей памяти было много не очень приятных моментов, когда человек там даже обманывался, что я ответил хорошо, комиссия мне не поставила оценку. В итоге начали проверять вопросы бумажки, а бумажка вообще там даже не подписанная, которой он отвечал, и на ней всего лишь два вопроса переписано из билета. То есть, два вопроса, ничего не отвечал, но обвинил комиссию, что комиссия мне вот забыла оценку поставить, а я хорошо отвечал. Но по бумажке видно, что он вообще ничего не ответил, поэтому поставили ему двойку, соответственно, ушел. Человек пытался обмануть комиссию просто. На договор берут ограниченное количество человек. По большому счету план договора, он у нас достаточно большой, мы делали его всегда больше, и, как правило, людей немножко меньше платило, чем реально получается. То есть, вы должны, и повторюсь мысль, я как-то начал ее говорить, немножко сбился дальше, вы делитесь на три части, получается. Сначала кто записался, как правило, не все придут почему-то в первый день. Вот записался там, скажем, 180 человек, какой-то процент до 10, он не приходит. Я не знаю причину, в чем это вызвано, то ли вы просто по инерции записались, потом решили какой-то другой пойти, то ли в ВУЗ, то ли в другую специальность, я не знаю, это трудно оценить, потому что у меня следа, анализа провести нет. Но какой-то процент уменьшается, поэтому, когда вы говорите, мы говорим с вами о количестве людей, кто записался на экзамены, это одна. Давайте, кто придет еще, и кто сдаст их. Сдают это правило практически все, только единство, что, вот, наверное, те, кто не знает, они и не пришли на экзамены по большому счету, возможно. Потом начинается второй этап, начинаются люди менжеваться, вот он сдал экзамен, куда ему идти, бюджет, договор. Первый этап будет идти на бюджет, понятно, там, до 14-го числа. Вот он начинает переживать, волноваться, если балл высокий, куда я прошел, куда мне положить документы, как мне быть. В итоге получается, что на бюджет люди, ну, не прошли, ну, мест мало, вы понимаете, сами, 5-5 на очку, и там 4-4 и 5 на заводчику. Поэтому 23 человека, это не решает проблему из тех вот 180-190 человек, которые у нас сейчас уже заявление подали. То есть основная часть, там, допустим, 150-160 человек, должно быть идти на договор. Поэтому третья часть уже начинается, именно кто оплатить должен. Вот когда уже платить, обычно, как мне кажется, расставаться с деньгами своими не очень приятно, как это законное право, поэтому платить будут еще меньше людей. Поэтому вот из 200, которые подали документы, допустим, даже если подавать никто не будет, дай бог, чтобы оказалось вот оплаченных документов примерно 120-130. Поэтому писали мне, а сколько возьмут человек, то мы всех возьмем, кто оплатит. Потому что вот реально процент до оплаты от всех идет очень большой. Понимаете, да? Я как бы объяснил. Так, если минимальное количество баллов 50, соответственно, 100 баллов всего за все 5 вопросов. Скажите, какая приоритета с вопросов? Какую больше баллов дают? Да нет, ну тогда давайте не будем опускаться, там баллы, ранжеры. У вас есть просто расшифровка типа программки. Каждый вопрос расшифровывается в 5 небольших подпунктах, получается. Поэтому вы отвечаете на него, вас комиссия оценит как. Может быть, 100 баллов, ну это тоже трудно сказать, у нас не было никогда 100 баллов, не надо бояться баллов, вы должны посмотреть, что не сумма играет роли балла, а играет относительно вашего балла. Остальные, как задают, понимаете? Вы можете сдать и 80 баллов, а комиссия больше никому 80 вообще не поставила. Поэтому 80 баллов это будет максимальный, как 100. То есть давайте не заморачиваться вот на цифры баллов. Это не ваши вопросы, это вопросы комиссии. И главное вот соблюсти нам какой-то принцип паритетности, чтобы все комиссии, во-первых, одинаковые примерно, это уже моя задача, чтобы не было, например, один злой, другой добрый, там, у этого все пятерки, в комиссии у этого все двойки получается. Вот тогда задача моя, как-то выровнять все и соедините еще, совместить два дня. Поэтому оценки ваши не будут 100 баллов и на них не рассчитывайте. Кто на это рассчитывает? Хорошо. Балл, 50 баллов оценивается первый примерно, вопрос 52. Но здесь трудно как-то оценить балл. Поймите, пожалуйста, преобладатели понимают сами, если человек знает, он знает, если он не знает, не знает. Мне было на моей памяти один мальчик, который учился в другом вузе, не в нашем, к сожалению, я именно к сожалению, потому что у него были очень хорошие знания. Его комиссия задает вопросов, наверное, 10 по билету. Он на все железно отвечает, причем так четко, конкретно, все, кто сидел в группе, слушал его ответ, они вот так вот бросили свои ответы писать, они положили руки, скрестили и слушали с упоением, как парень отвечал. То есть это было реально классно, он получил, по-моему, 90 баллов, просто мы немножко регулируем эти, не сто, как бы это наше вопрос, потому что если мы поставим сейчас 100 баллов всем, тогда в следующий день, 8 числа уже некому ставить, уже они не поступили, правильно? Поэтому мы должны как-то баланс соблюдать, это уже дело комиссии, как она будет оценивать. Не переживайте, повторяю еще раз, балл здесь роли не играет. Оценка объективно идет относительно вот этих двух дней сдачи экзаменов. Коллега уже сказал, благодарю, видимо, ответил на вопрос. Где записываться? Я вот в чат в этом магистратуре написал несколько раз о том, что есть приемная комиссия, где мне надо приходить туда лично, можно позвонить девочкам, которые сидят там, и типа просто уточнить, какой вы день будете. Повторяю, ничего страшного здесь нет, не делать из этого трагедию, если вы не пришли в тот день, когда были записаны, у вас есть второй день, можно прийти. Понятно, главное прийти, у вас есть два дня на выбор. Так, пожалуйста. Нет, нет, нет. Ну, программу видели? Вот эта программа, это же все в программе, да, только там такая смешанная комбинация будет. Один вопрос из макро, другой из микро. А те вопросы те же самые. Что такое пятница-суббота? Что такое пятница-суббота? У вас будут в тот же день висеть оценки. В тот же день, да, в пятницу. До 12 ночи, я сказал. Да, хороший вопрос, правильно, что если вы увидели уже свою оценку 28 числа, ну, соответственно, и 8 августа, что у вас балл 50 и выше, 51, 52, неважно сколько, вы уже прошли, вы можете заключать договор, но, повторяю, у вас есть для этого время 22 августа, оригинал, диплома, вернее, да, оплату и договор заключить. И оригинал отец это все. То есть вы должны это все сделать. Врось нельзя, нужно все три вещи сделать одновременно просто. Нужно либо в госуслугах подать, там есть определенная такая функция в госуслугах, оригинал, птичка, там уже как-то подтвердить. Если какие-то вопросы, я вам дал телефон девочек из приемной комиссии, они сидят на базе, нашей базе, у них высвечиваются все ваши 7-минутные движения. Если вы дали оригинал, она уже убедит сейчас, что оригинал у нас в базе уже стоит, электронный оригинал. Поэтому все вопросы, можно позвонить, я тогда еще раз подублирую, телефон девочек приемной комиссии. Ну, кто принимает документы, они их обрабатывают, они отвечают за объективность внесения данных. Они формируют приказы на зачисление, то есть они отвечают за то, что все данные, которые вы послали либо электронно, либо через личный кабинет, через госуслуги, либо лично, они соответствуют действительности, они внесены в эту базу. Хорошо? Так, пожалуйста, еще. Да. Кто на договорную форму, крайний срок 22-го числа, 23-го будет приказ. Если чего-то у вас не будет 22-го, то 23-го в приказе вы себя не увидите. Очень часто люди путают, например, приходят, я вам говорил, на бюджет 14-го числа. А почему меня нет в списке, в приказе нет? Я спрашиваю, а вы куда подавали? На договор. Ну, договор уже будет 23-го, не будет 14-го. Все идет поэтапно. Сначала бюджет, если вас там не было или вы не прошли по баллам, ранжированные списки, вы увидите сразу, там, если там первый, повторяю, оригиналы посчитали, 5 человек, вот они на экономику прошли. Первые там прошли на менеджмент, они 5 человек прошли. Оригинал, 5 человек, он прошел 6-й, 7-й уже не прошли. Только на договор. У вас остается время переложить всем, кто не прошел, на договор. Это нужно будет сделать до 16-го августа. Переложить. Если вы на договор не подавали, потом уже 17-го, 18-го, вы уже сделать ничего не сможете. Поэтому вам рекомендую обычно так. Ну, если вы, вроде взрослый, уже все понимаете, там, заочная форма не такая дорогая, стоимость обучения, там, по около 60 с лишним тысяч получается, поэтому вполне реальная такая. Поэтому подавайте сразу документы и на договор, и на бюджет, чтобы потом у вас был маневр для выбора. Можно подать 3 направления, не надо подавать на все, там, 8-10, ну, это смешно просто. У нас хорошо чем? Что наши направления все, они унифицированы. У нас идет один экзамен. Если, например, другие факультеты, скажем, психология, сдается психология. На, там, муниципальное управление сдается, там, какой-то свой предмет. На менеджмент сдается свой предмет. И все это делается в один день. Вы не сможете сдать в один день, там, 3-4 предмета. Потом подавать, как бы, и учить, ну, это тяжело. У нас очень хорошо. Вы один выучили предмет и подали на 6 направлений. Повторяю, ну, на 6 не надо. Если вы на договор, вы везде пройдете, только у вас балл играет роль. Как и орается, куда вы подали. Поэтому унифицированный экзамен, он позволяет вам просто учить один предмет и выбрать 6 направлений поступления в магистратуру. Понятно, да? Так, пожалуйста, немножко, что еще? Я же сколько раз уже говорил, зайчики мои. 10 списки у вас будут. До 12 вы должны оригиналы подать. 14 будет приказ. Все. Что именно изменится? В бюджете вы имеете в виду? Ну, приказ был 14 уже. Что меняться будет? Вы начислили 5 человек. Было 5 бюджетных мест. Что может измениться? 6 зачислить? Нет. Места ведь 5 всего. Понимаете? Если, конечно, этот пятый сказал, я не хочу учиться у вас, я отчисляюсь, пойду на договор, там куда-нибудь другой в ВУЗ, пожалуйста. Такое бывает иногда, ну, редко, я думаю, да? Ну, тогда мы зачисляем тому, кто будет следующий пока. Это будут в ближайшие дни. Это очень редко было. Там 5 мест, там нечего, вот, минжевать, не из чего получается. Понимаете? Так. Еще тут вопросы есть какие, пожалуйста. Я тогда буду повторять тем, кто слушает. Ладно, если можно вопросы? Еще раз, еще раз, посмотрите. По оплате, вопрос по оплате. Стоимость, я как понимаю, там сколько стоимость была? 120, да? 140, да? Просто там немножко инфляция была. Дело в том, что, смотрите, чтобы вы понимали, как формируется цена на дневную форму обучения. Цена формируется на уровне норматива, который спускает министерство образования. То есть, если бюджетник, нам выделяется 140 тысяч рублей на одного человека, чтобы мы могли его учить. Соответственно, договорная ставка, цена тоже будет на уровне этого норматива. Мы снижать ниже не можем. Выше поднимают. Все московские вузы поднимают там 150, вернее 300, там 400 тысяч. Это выше норматив. Норматив для всех одинаковый. 140. Поэтому, согласно правилам нашего приема, вы можете платить либо за год. За весь срок у нас не платится, нам невыгодно и вам невыгодно. Потому что, если вы, например, решили потом уйти из вуза, то там небольшие сложности будут с возвратом каких или иных денег. Там, если вас отчисляют, там тоже свои сложности есть. Поэтому по годам платится за один год. В крайнем случае, уйдет такая мера хорошая 60%. То есть, вы сейчас платите 60% за первый семестр, немножко больше. А потом, где-то в апреле месяце, в марте месяце, в конце марта платится за второй семестр, оставшийся 40%. Понятно? Понятно. Ну, на сайте же я показал, там же все есть. Посмотрите, там же разные направления бывают, например, где-то дешевле, где-то дороже будет. Просто на сайте же есть. Я вам показал. Помните эту страничку, или вы немножко опоздали? Абитуриенту, да, раздел. Приемная компания 20-23. Там тут договорная форма обучения. Нажимаете, все есть. По факультетам, если хотите, по курсам, по очке, по заводчике. Там есть разные-разные цены просто. Если надо, я сейчас найду, конечно, но есть на сайте. Она же не изменится никуда просто. А как? Хорошо, подойдите. Я только не понял, что вы говорили. Там второе образование, что вы хотели или что? Магистратура – это вторая ступень. Это никого не волнует, когда вы будете учиться. У вас есть бакалавра образования или специалитет. Вы можете поступить в магистратуру. Только единственное, что очка два года, а за очка два с половиной года. Где-то в декабре мы защищаемся. Так скажем, там сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, но может быть январь еще у кого-то. То есть два с половиной года. А сколько времени прошло, у вас после первого вашего образования совершенно никого не волнует. Вы сдаете вступительный экзамен к нам по предмету экономическая теория, и мы вас принимаем при 50 минимальном балле. Мы знаем устные. Так, еще вопросы есть у тех, кто присутствует? Сейчас я просто хотел бы в чате мне пишут, в чате я уже запутался, потому что он пропадает без конца. Так. Опять-то девушка спрашивала, на каком этапе подается заявление на зачисление по направлению. Ну мы сказали, до 5-го числа, так, до 12-го. По бюджету нужно положить оригинал. Там, где вы положили оригинал, в принципе, там вы зачисляетесь. На бюджет. То есть вы можете подать на 3 направления, на 4, но там, где у вас будет до 12-го числа оригинал лежать, там будет приказ. Если вы прошли по баллам, если не прошли, вас в приказе не будет, значит, вы будете на договор идти до 12-го числа. На договоре, чтобы вы вас зачислили, повторяю еще раз, здесь направление не мы выбираем, не мы зачисляем, вы выбираете, чем оригиналом, оплатой и договором. Все. Вот там, где вы заплатили деньги, это и есть ваш выбор. Не мой выбор, это ваш будет выбор. Так? Дальше. Ну, я уже бы сказал, да, подготовка, какое количество, комиссии 2 человека будут идти, у нас первые 30 минут подготовиться в столе уже там по мере живой очереди. Вышел человек, зашел в следующий очередной. Но договор берут неограниченное число людей. Если будет, скажем, план договора 50 человек, а вы заплатите и задите экзамены 60, возьмем вас 60 человек. То есть пускай вас цифра контрольная по договору не смущает. Хорошо? Записываться, повторяю, в приемной комиссии. Просто, поймите, здесь не так это все принципиально. Просто для меня важно знать количество людей, чтобы правильно рассчитать комиссию, чтобы не гробились до 9 вечера. Там по 50 человек, если я приму, то какая-то комиссия потом, кажется, придет больше. Поэтому я бы хотел в организационном плане немножко больше посмотреть. По баллам, я сказал, как оценивается, 50 баллов в один вопрос, 50 баллов в другой вопрос. Не надо на них уделять внимание, на эти баллы. Так, устный экзамен, девочка одна пропустила вопрос, пишет опять, ну как, пришли в этот самый, на четвертый этаж, встали возле буковки, которая будет, соответствует вашей фамилии, потому что на дверях будут висеть буквы, распределенные, соответственно, количество людей по этим буквам в этот день. Вы заходите в живую очередь, сами разбирайтесь там, кто куда, когда идет. Человек 8 будет сидеть там, готовится первые 30 минут, дальше уже в живую очередь. Потом по мере выхода заходит следующее. Все, до последнего клиента комиссия принимает. Если я вижу, что одна комиссия, например, немножко долго, ну в кавычках, мочит людей, принимает долго, спрашивает там, не знаю, просто она может быть тактично, не перебивает никого. Просто слушает, что человек хочет сказать, а у него накопилось много сказать, на полчаса времени каждого, перебивать или не хотят его, поэтому вижу дольше. Тогда пытаюсь в ущерб той комиссии, которая быстрее, оперативнее сработала, забрать очередь в этой комиссии и направить туда. Это уже мои вопросы традиционные. Просто для того, чтобы примерно в одно время мы закончили, чтобы вас не томить, и комиссия добросовестно проработала. Вот вопрос еще. А если я сдала оригинал, подала на бюджет и на договор, и у меня не спросили, куда оригинал? Мне нужно подойти в приемную комиссию и уточнить, чтобы его положили на бюджет сначала. Ну, конечно, да, потому что это не как у нас в комиссии принимается вот сейчас. Сейчас вы понимали, двух словах, когда поступают люди на бакалавриатый специалитет, они поступают по приоритетам. Оригинал сдается в университет, не направлено в направлении. Вот вы поступали, все, кто сдавал, вы сдавали оригинал на конкретное направление, куда хотел, правильно? Если вы видели в списке, что вы не проходили, вы забирали этот оригинал и клали его в другое направление, где вы проходили. Договор ли там, бюджет ли, неважно. Вы делали это действие сами. Так, сейчас же для бакалавриата и специалитета, повторяю, не для вас. Человек сдал документы, вот, в университет, и там, где он написал свои приоритеты, типа, там, экономику, там, менеджмент, там, что-то еще, везде будет высвечиваться в него оригинал. А поступать он будет по цифрке 1, где он написал, я хочу именно туда, по приоритету. Для вас, для магистров, сохраняется старая, прошлогодняя схема. То есть вы должны оригинал положить туда, куда вы хотите. За вас я ничего не смогу сделать. Поэтому девушка, если положила оригинал, вот куда она положила его, там она и будет рассматриваться. Если она прозевала на договор, а бюджет не дала, а у нее балл был проходной, это уже ее трудности. Понимаете? Если вы думаете о бюджете, положите. У вас будет, повторяю, еще раз, все поэтапно. Сначала бюджет, 14-го зачислили договор, вас никто раньше или вместо бюджета не зачислилит. Если вы не прошли на бюджет, у вас до 22-го есть время сделать по договору. Но если вы забыли что-то сделать, тогда уже вам никто не поможет. Так, ну, вроде в этом чате все уже. И спасибо, понятно, да, все. Здесь у нас в чате, в Ютубе ничего нет, по-моему, да? Количество человек спрашивает, основное, сколько стоит год обучения. Ну, Кирилл Игоревич, может, вы глянете, если можно, сколько стоит? Не стоит, нет? Да, просто поэтому, я не понимаю, просто оно есть на сайте, там есть разные направления, разные формы, все равно мы всем не угодим. Если можно, сейчас пока скажите. Так, еще какие-то вопросы у вас есть, коллеги? Ну, в двух словах еще, чтобы вы понимали, что если у вас будут какие-то необходимости, скажем, поиска работы, то вот я в магистрскую, мы посылали потом чат со старостями, может быть, даже с вами, со всеми в телеграм-канале у нас будет связь, когда вы поступите к нам, да? У меня очень много информации приходит от работодателя, тех товарищей, кто хотят на работу взять ваш, выпускников нашего факультета. Поэтому мы будем заботиться о том, чтобы дать вам информацию, если у вас какие-то трудности с работой, либо вы еще не нашли ее, либо хотите поменять, пожалуйста, у нас есть информация. Я вот сейчас очень много рассылал бакалаврам, почему-то они немножко инфантильнее к этому отнеслись. У меня была и налоговая инспекция, четвертое, и пятое предложение пойти, как бы солидно, госслужба, и в казначейство федеральное тоже предлагали, ребят, государственная служба. Ну, не все захотели почему-то идти туда. Даже, может быть, никто не захотел почему-то, я не знаю почему. То есть есть разные варианты трудоустройства, поэтому имейте в виду, что наш факультет заботится о том, чтобы вы, как выпускники, получившие определенные знания, чтобы вы могли поступить к нам, вернее, найти себе место работы достойно. Ну и, соответственно, еще у нас, если дневная форма обучения, есть такая хорошая, полноценная общественная жизнь, можно заниматься там и развлекаться, и заниматься наукой, и заниматься учебными какими-то делами, какие-то конкурсы, гранты, принимать участие, это все, все очень хорошо развито. Поэтому пока вы поступили к нам, если на дневной форме будете учиться, можно полноценно жить молодой жизнью, то есть продлить себе молодость. Я говорил своим ребятам, кто поступал после бокалового ряда, ребята, если вы хотите продлить молодость себе, поступайте еще в магистратуру. Пожалуйста, еще. Практика у нас можно проходить либо в университете, если она будет такая вот научная, академическая практика, либо какие-то предприятия, организации, которые соответствуют вашему профилю. То есть просто у нас магистратура предполагает, как Светлана Николаевна говорила, замдекана по магистратуре, что она предполагает определенный, как вам сказать, академизм. То есть мы должны на итоге, после вашего окончания, защитить кандидатскую магистрскую диссертацию, которая предполагает какие-то элементы вашей научной новизны. То есть либо вы должны методическую разработку сделать, либо вы предложите организационную схему для кого-то объекта исследования вашего. То есть не просто как в дипломе мы изучили материал, рассказали, что мы изучили и все, а мы должны что-то новенькое предложить для того объекта, который вы исследовали. Поэтому это вот требуется все для этого. Это мы будем это изучать. Поэтому в таком плане магистратура немножко отличается от того бакалаврия, который был. Мы хотим, чтобы вы немножко предполагали какие-то элементы творчества. Вот так скажем. Горел Геевич, не получилось, нет? А, ссылку хорошо. Ссылку в YouTube ваш, да? Если мне сбросьте, я перешлю потом на WhatsApp, хорошо, или куда-нибудь угодно. Все, ссылку вам сбросили сейчас на YouTube, для того, чтобы мы могли посмотреть стоимость обучения. Хорошо? Ну, повторяю, вся информация у нас есть на сайте. Зайдите вот в абитуриент, в университет кубанский. Там есть много вопросов, которые и не предполагали. Например, общежитие кого-то будет волновать. Там есть какие документы необходимо подать в общежитие. Если мы посмотрим на раздел студенческих правком. Может быть, кто-то будет получать, иметь право, особенно, говорю, дневная форма обучения на общежитие. Вы имеете право. Сколько оно стоит, там, какой ролик есть про студенческий городок. Но кто-нибудь не знает, и ненагородний, возможно. У нас здесь есть хороший стадион для футбола. Есть хороший бассейн, очень такой, с цельно-металлической чашей, насколько я понимаю. То есть, поэтому возможности для занятия спортом, творчеством очень большие. Есть хорошие комбинации студенческого питания. Михаил Борисович Остапов, ректор, все время его хвалит. Я, правда, там не кушаю уже несколько лет, потому что, когда был маленьким, кушал, потом уже привык дома есть. Поэтому, ну, люди довольны, кушают, не будешь весь день голодным, правильно? Поэтому, соответственно, есть достаточно хорошее, полноценное питание. Коллеги, еще какие вопросы у вас есть? В чате больше никого нет. Здесь опять пишут сейчас еще, последний, вдогонку называется. Светлана Николаевна, наверное, дублировала Третьякова, которая выступала, сказала, что все вопросы там по стоимости тоже в Ютубе продублировала. Поэтому, кто не успел услышать, пожалуйста, можно будет увидеть это в чате нашего. Подскажите, пожалуйста, на заочное отделение иностранный гражданин записан на онлайн-экзамен. Экзамен будет проходить восьмого в онлайн-формате. Я уточняю. Так, иностранный гражданин, коллеги, я написал вот в своей электронной почте, у вас все иностранные граждане, кто будет поступать к нам, если можно, пожалуйста, вот департамент международных связей. Спасибо, что вы сказали, но я не определяю формы экзаменов для иностранных граждан. Они идут по особому направлению, по особому пути, поэтому все вопросы связаны с легитимизацией этого экзамена, назначение даты, это все, пожалуйста, через них. Я понял, что мне придется дистанционно принимать, это я уже услышал, восьмого числа. Но я надеюсь, что восьмого числа будет немножко меньше поток, чем восьмого, поэтому нас этим не испугаешь. Просто все вопросы решайте с департаментом международных связей. Пока у нас только, вот вы говорите об одном случае, департамент мне пока еще не собрал все полноценные данные, я не знаю о том, кто будет принимать дистанционно. По поводу российских граждан, пока там люди обращались, вот один молодой человек обращался по поводу, допустим, Крымского моста, проблемы были, но у нас вот еще до восьмого числа время есть, поэтому я думаю, что все наладилось уже, все нормально, вот такие большие проблемы, которые возникли как раз в тот день, когда это произошло, событие неприятное. Вопросы были немножко преждевременные, потому что сейчас вроде бы вопрос этот немножко снялся. Но если он будет актуальный, потребленные причины, естественно, мы будем принимать решение, не переживайте, это решится в пользу тех абитуриентов, которые будут испытывать трудности с этим. Так, коллеги, больше я понял, нет вопросов ни у кого, да? Ну тогда я, наверное, хотел бы попрощаться с вами, уважаемые ребята, бетуренты дорогие, кто желает поступить к нам, я благодарен к какой-то степени вам, что вы пришли сюда. Вот в саниколе напишут, но я не могу отвлекаться здесь смотреть все время, что написал. Стоимость обучения, а, вот сейчас вот, очная стоимость 140,790, заочная 71,210. Понятно, да? Очная стоимость обучения 140,790, заочная 71,210. Поэтому, как бы, нашли ответы на ваши вопросы. Я благодарен тем, что вы пришли сюда, кто пришел, благодарен тем, кто подключился, надеюсь, вы получили какие-то вопросы, интересующие вас, повторяю еще раз, что учиться необходимо, получить базовое образование в магистратуре необходимо, потому что бакалаврят все-таки, это немножко другая, более низкая ступень, для того, чтобы продвинуться по службе, занять какие-то определенные должности, связанным с топ-менеджментом или на госслужбе, вам пригодится всегда магистратура. Не страшно учиться, не надо бояться, надо просто заскочить на поезд и все вместе, в группе, в коллективе ехать вместе. Мы вас научим, мы вас не бросим, если что, поможем, поддержим, ну, соответственно, и поможем на работу трудоустроиться, если кому-то будет необходимо. Я надеюсь, что вам должно быть интересно не только учиться, но и как-то почувствовать дух студенческой жизни, поучаствовать в мероприятиях, которые, возможно, будут в научном плане и в учебном плане, в спортивном плане, ради Бога, можно и всем участвовать там, и в творческом плане, у нас есть хороший МКДЦ, поэтому мы вас ждем. Всего доброго тогда. на 1 сентября или 2 сентября, пожалуйста, почитайте на страничке факультета, когда у нас будет сбор, тогда уже мы будем говорить о вопросах, о проблемах, о трудностях и так далее. Хорошо? Все тогда. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое за компанию. Приятно. Спасибо. До свидания.